Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный Творческий Мир и сегодня буду делать пушистых новогодних кроликов-зайчиков из обычных елочных шаров. Итак, беру пластиковый елочный шар диаметром, если я не ошибаюсь, 11 или 12 сантиметров и вот такую меховую пряжу из Фикс Прайс. Пудрово-розовый цвет, наношу термоклей и по кругу двигаюсь, обклеивая весь шарик по спирали. В итоге шарик получается визуально не обклеенный пряжей, а как будто он состоит из цельного меха, очень пушистый и приятный на ощупь, как кролик. Буду делать два кролика, одного в сапожках, другого без, поэтому делаю две вот таких пушистые меховые заготовочки. А после того, как заготовки готовы, мне понадобится фоамиран. У меня глиттерный фоамиран толщиной 2 миллиметра, красивый, с блестками, как раз идеально подойдет для новогодних поделок. Я, пожалуй, выберу фиолетовый оттенок, он идеально подойдет для основы моей пудрово-розового цвета. И из этого фоамирана я буду делать сапожки для своего кролика и ушки. Вырезаю из фоамирана две полоски 4 на 8 сантиметров. Это будут ушки. Просто ручкой, не пишущей или любым острым предметом, рисую половинку ушка, сворачиваю полоску напополам и вырезаю ушко. Тогда оно получается идеально ровным. А теперь беру любую меховую ткань, у меня это подкладка от старого детского комбинезона, что уж добру пропадать, надо все использовать. И вырезаю из этой пушистой ткани два вот таких кругляшка. Это понадобится для мордочки. И также из этого меха я сделаю хвостик. В произвольной форме просто отрезаю край меха и склеиваю его в комочек, чтобы все швы остались внутри. Подгибаю их вовнутрь. Наношу термоклей на нижнюю часть ушка, наношу клей обильно и быстренько приклеиваю к голове. Держу подольше, чтобы все хорошо зафиксировалось. Так как ткань пушистая, я ее слегка раздвигаю, чтобы уши приклеились именно к основанию, а не к пушистым волокнам. И вот ушки готовы. Примеряем мордочку, слегка наслаиваю один кругляшок на другой, склеиваю. Получается вот такая основа для мордочки. Наношу термоклей и приклеиваю по центру мордочки, а сверху должны располагаться глазки. Примеряю, где они будут. Наношу термоклей и также приклеиваем глазки. И вот уже мордочка почти готова. Не хватает лишь усов и носика. Сразу приклеиваю на термоклей хвостик, чтобы не потерять такую важную деталь. И вот уже кролик у нас хвостатый. Такие же меховые кругляшки вырезаю для мордочки второго кролика. Ушки здесь будут у меня поменьше. Они будут вот такие серебряные, блестящие. Если честно, эти ушки я когда-то вырезала заранее для другой игрушки, но не использовала. Вот сейчас они мне очень даже пригодятся. Приклеиваю уши, приклеиваю глазки и, конечно же, белую пушистую мордочку. И вот заметьте, вроде бы все делаю одинаково. Ушки одинаковые, только чуть-чуть разного размера и цвета. Глазки тоже, в принципе, одинаковые, только разного размера немножко. И все. Одни с ресничками, другие без. А мордочки получились абсолютно разные, не похожие друг на друга. Далее берем обычную черную швейную нитку тоненькую, самую простую. Отрезаю кусочек нитки и хорошенько смазываю ее полимерным клеем. И оставляю на просушку, буквально на полчаса. А этим временем вырезаю из фоамирана розовый фоамиран носики в виде сердечка, не очень вдавленного. И приклеиваю эти носики на термоклей. Вот мордочки уже носатые, а нитка пока высыхает. Вот она у меня высохла. Я примеряю и начинаю нарезать усики. Так, чтобы они слегка выступали за пределы мордочки, не более того. Буквально по 5 штучек на одну мордочку достаточно. Соединяю эти 5 ниточек в центре, наношу капельку клея под носиком и пинцетом приклеиваю усы. Расправляю их, они еще подсохнут и останутся в таком положении. Они становятся очень прочные, такие как леска. И вот мои мордочки кроликов полностью готовы. Кролик с серебряными ушками готов полностью. Больше я ничего делать не буду. Его можно уже вешать на елочку. А второму кролику я хочу сделать ножки и сапожки. Что сейчас и делаю. Беру обычный картон. Это была коробка от конфет. И вырезаю размер примерно башмачка, какой будет у моего кролика. Это все делается на глаз, в зависимости от того, какого размера ваш кролик. Вырезаю из этого картона 4 заготовки. Картон глянцевый, очень плотный. И склеиваю их по 2, чтобы они были прочные. Так как картон очень красивый, расписной и даже подходит мне по цвету. Нижнюю часть даже заклеивать не буду. Он очень лаковый и красивый. На носики заготовок приклеила по 2 помпончика меховых. Далее беру обрезки картонной коробки и скручиваю вот такие трубочки. Это будет высота каждого сапожка. Приклеиваю их как раз таки там, где будет пятка. Чтобы было удобно, обклеивайте сапожок имел форму. Далее вырезаю фоамиран по высоте каждого сапожка. Наношу на основание термоклей и прохожу по периметру всего сапожка. Соединительный шов на задней части тоже хорошо проклеиваю. Прижимаю шов и лишнее обрезаем. Получается вот такая заготовка. Точно так же поступаем со второй заготовкой. А пока делаем внутреннюю складку на передней части сапожка и склеиваю эту складку термоклеем. Хорошенько прижимаем, ждем пока высохнет. И вот теперь уже сапожок похож сам на себя. Один готов. Приступаем ко второму. Сразу скажу, что этот кролик у меня будет необычный, смешной. Можно сказать смешарик. Сразу из шарика будут расти ноги. Но кролик-то сказочный, так что можно делать ему любую фигуру, согласитесь. Башмачки готовы. А теперь беру карман от старой вязаной кофты, разрезаю его напополам и склеиваю каждую вот эту половинку. Получается вот такая вязаная трубочка. Выворачиваю на лицевую сторону, меряю по высоте палочки, а все лишнее обрезаю. Оно нам не понадобится. В каждую вязаную заготовку вставляю деревянную трубочку. Это будут ножки у кролика. На нижнюю часть наношу побольше клея и все это вставляю в башмачок, чтобы попасть вот в эту как раз таки картонную трубочку, которую мы вклеивали внутри башмака. Все хорошенько фиксирую, еще раз подклеиваю. Сверху закрываю кусочком вязаной кофты, чтобы не было никакого пространства, не было видно картона. Еще раз все фиксирую, чтобы ножки были устойчивые, крепкие. Вот они готовы. А теперь на верхнюю часть ножки наношу также достаточное количество клея и приклеиваю голову кролика. Жду пока все хорошенько высохнет. Если надо, еще раз подклейте. Но на таких устойчивых башмаках он будет стоять отлично, поверьте мне. Точно так же делаются елочки-топотушки на ножках и стоят они всегда без проблем. Вот кролик отлично у меня стоит, не шатается, так что все готово. Вот такие пушистые кролики-зайчики из меховой пряжи и елочных шаров у меня сегодня получились. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Мира, добра, здоровья и благополучия. И как всегда творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. А также огромное спасибо за лайки, подписку и комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока.